Бритва с G10. Молекулярно-тонкий женский волос. Раздвоился. Бывают вопросы такие возникают, что мол бритва-то заточенная была или что. Чтобы у матросов не было вопросов, показываю. Это вот с грушей, там была предыдущая из корейской. Ну что ж, всем здравствуйте. Немножко порезал тут волоса, порубасил, чтобы, как еще раз повторюсь, не было вопросов по этому поводу. Потому что бывают случаи, что потом они там покатаются по каким-то камням непонятным, неизвестным. Не. Может хорошим, может плохим. По каким-то рукам прямым, кривым. Ну и непонятно. Опять же. И прочее. Ну и прочее, и прочее. Там нюансов много. Так что поэтому у меня, в принципе, претензии никому. Но ко мне бывают иногда. Вот. Это пускай будет первая бритовка G10 оправа. Пожалуй, вот так лучше будет, наверное. Подпечатки пальцев остаются. Клинышек такой вот синеватый. Не точно из-за такой же G10. Там прям чисто синий цвет. Здесь сиреневый. Вот. Бритовки чудные, но результатом не радует меня. Наверное, сами увидите уже в чем. А это кромка. Ну широковато. Не скажу, что она широкая, но широковато. Я вообще-то рассчитывал на более тонкую кромку. Но виноват сам. То есть она была бы прям максимально тонкой, но не знаю, зачем я чуть-то поторопился. И когда формировал кромку, то есть с нуля еще когда, вот поспешил. Вот оно так все получилось. Вот смотрите, когда подхват. Ну еще раз повторюсь, это у кого как, то кто-то любит таким хватом бриться. А мне нравится вот такой хват. Комиссари. Японский хват, так сказать. Самые удобные. Хоть так, хоть так, хоть как угодно. Ладно. Это бритовка 1. Это бритовка 2. Оправа уже из корейской березы стабилизированный. Такой коричневатого оттенка. Черно-коричневый даже, я так сказал. Из коричневого как-то тоже напополам. Так, клинышек мы увидим, не увидим. Из той же самой березки по клинку. Ну вот тут, как бы, вроде бы уже, не, вроде бы она потоньше была бы. Но я взял ее тоже. Вот бабашил вот сюда к носику. Ширину. Ну блин, ну как так вот. Вот поспешишь, людей не смешишь. Вот реально вот это тот самый случай, когда людей не смешишь. Вот реально вот тот самый случай. Потому что тут кругом делов гора, а я что-то вот не показал на той бритве. Насечки. Мне все хочется хоть как-то, не то что успеть, а просто догнать. И поэтому вот я влетаю в такие вот косячки. Хотя тоже все не предвещало, как говорится. Все было бы здорово. И это вот бритвка с оправой из груши. Груши, я как-то раньше говорил, используются примерно на кораблях. Там шпурки из нее делают, всякие детальки. То есть в сырой морской воде все это она выдерживает. Очень хорошо выдерживает. Никуда не гуляет эта груша. То есть стабильная. Но вот этот клинышек, это красная такая древесина. Ну, да блин, только сейчас вот заговаривали тут с одним. Я ему говорил, что за древесина сейчас вспомню. Надеюсь. Развелось этих древесин, да? Вот, как бы так. Ну, вот тут уже кромочка такая приятненькая, чудненькая, узенькая. Ну, это когда я уже там заметил, что я спешу, что не дело делаю. Вот. Тормознулся, как говорится, и сделал уже норм. Это все клины 75%. С таким вот тоненьким хвостиком. Вот так вот. Вот это для меня, конечно, удобнее. Вот здесь вот места много. И вот это крутить удобно при правке и при бритье. Это важно. Не подумайте, что это просто такое плавство какое-то. Это все задумано так. Хотя права могла быть уже. Ну, когда вот так вот разложенном стоянии, да. А вот сложенную, она как родная, конечно. И я не показал. Наверное, тут тоже не показывал. Вот этот носичек. Вот, например, здесь колосочек. А это вот тут. У нас вот такой вот он. Так. Ну, вот как бы и все. На сегодня они готовы, заточены. То есть готовы к бритью. И все они будут вывешены на сайте. Но так как я реально недоволен вот особенно вот этих двух бритв кромками, они будут четко по себестоимости. Хотя, в принципе, я раньше так делал. Нет, я бывало раньше баловал, там, грешил. Тыщенку сверху накидывал. Вот. Один раз даже пробовал две. Но потом как-то не знаю, что-то меня остановило. И опять вернулся к себестоимости. Ну, сколько они будут стоить? Я пока даже не прикидывал. Но вам сразу скажу, что вот эти заготовки, вот эти вот дамасские, они, то есть еще когда вот прямоугольник, такой вот просто паковка, просто грязная, железяка, так скажем. Вот. Она стоит в районе там плюс-минус 12 тысяч. Ну, вот считайте. То есть плюс оправа, то-то все. Вот ее ценник этих бритв. Что еще хотел сказать по поводу подзаточки. Не заточки, а вот, к примеру, все. Вот. Вот. Ухлопали прям, да? Вот заточку. Ну, что делать? Не переживайте. Берите ремень. Желательно с мелким-мелким бархатом. Нет, так пускай гладкая сторона будет. Наносите пасту. Желательно зеленую. Желательно гои. Но если, так как в нашем веке гои, это уже редкость большая. И где же ее взять-то, да? То подходит очень хорошо паста минзерна. Прям так и называется. Наберите в интернете. Паста там, то ли какая-то шлифовальная, полировальная, не помню, как называется. Мензерна. Зеленый цвет. Самое оно. И паста все поправит, все выгладит. Но после ремня с пастой обязательно на чистый ремень. Иначе все зря. Почувствуйте жесткость в бритье. Это вам надо. Поэтому на ремне на чистом потом укатать обязательно. Вот. На будущее даже загадывать не буду. Потому что, ну, не до этого, ну, совсем никак. К сожалению. Но все же. Есть такая у меня мысль. Может быть сделать вот тоже троечку штук из моностали. Причем пакетно-кованый. Но незакаленные. Пускай еще будут у меня. Потому что я всего производил три бритвы из незакаленных. Пускай будет еще три. И те были из Дамаска, а эти будут из пакетно-кованой моностали. Тоже интересно. Ну, что интересно? Я знаю, что получится. Просто интересно, как вообще вот на это среагируете. Как это зайдет, не зайдет. Вот. Там твердость будет, опять же повторюсь. Ну, я постараюсь, к примеру, или к батчеру клину подогнать. Вот, например, к 19 века начало. Либо к французскому клину конец 18 века. Вот там у них такая твердость. Прямо очень схожая. Вот с пакетно-кованой сталью, которая не закалена. Вот так вот. Поэтому посмотрим. Ну, это все, не знаю, дела очень такие нескорые. И когда все это произойдет, я даже говорить побоюсь. Ну, вот как бы и все. Пойду дальше работу работать. Немного в другом направлении. Всем добра. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok